погоду увидели надеюсь и почувствовали маленькая прохлада не капли жары даже влажности не чувствуется в общем прекрасная но последние говорят прекрасные нотки погоды говорят начнется жара бегите спасайтесь мы не хотим никуда убежать абсолютно как думаем что иногда нужно убежать сразу не хочется хочется вот это что это не замечала и видел отсюда наверное связали не видела о ну совсем бракованный был но очень даже помогает что-то туда уже поставила положила молодец это про шкаф про остальное свершилась наконец-то друзья товарищи после длинных ожиданий после долгого ждания наш гранит уже на своих местах все на своих местах нам очень понравилось по моему мы даже весь камень не сумели посмотреть посмотрели кусок камня а весь камень еще лучше весь узор то есть сейчас и вам покажем все мы успокоимся пойдем лепить пирожки вот сегодня утром рано пришли грил тоже нам помогли поставить что еще очень такой интересная поверхность чуточку текстур есть хотели именно такой цвет чтобы как будто глотал на армянском есть слова каких-то курс цвет который глотает грязь чтобы грязи видно не было или грязи на это часть тоже это потом добавили мы захотели еще и такую как маленький такой подносовый подносовый разрез вот как называется не знаю надо это тоже сделали здесь не думала что камень будем ставить но муж захотел чтобы все было гранитное и все было гранитно шкафчики очень красивые аккуратные и большие широкие то что прекрасно умывальник широкий большой мы не такой большой думали будет и нам просто частью он достался кто-то заказал сказала мастер который строил кухню сказать кто-то заказал большую потом не захотел или что-то другое случилось заказом если хотите с удовольствием мы все сказали с удовольствием возьмем большой вместо маленького ну должен быть большим такой кухня значит умывальник тоже большой вот две дырки захотела чтобы фильтрированная вода здесь тоже у нас была уже фильтр заказала все заказала ждем сейчас чтобы доставили фильтр большой кран не забав не заказала потому что из старых и старые и старого старой кухни хотела сказать ну когда переехали помните удалили черное потому что черное не хотела но оставила большой кран у нас уже есть маленький кран заказала что еще здесь нам нужно заказать против ничего лучше не надо заказывать должны купить этот газовый баллон соединить это уже для нас я не знала что он будет такой знаменит сказал очень хороший гриль у вас будет незнакомый у нас гриля такого огромного масштаба не было у нас всегда был простой шашлычный аппарат это наверное я разбирать не умею не буду разбирать что мне тут разбирать когда уже будут устанавливать когда уже будем пользоваться грилем будем знакомиться как он работает что он делает но эти то что грязь или тому подобное должны убрать чтобы мусорку так что будем делать с этим столик можно устроить это попросили других мастеров которые крыши крышу строили чтобы для я думала деревья в деревья дрова будут стоять на дроби но муж захотел на камни это тогда доказали но что нибудь сделаем с этим это что гриле мара не не сумму вальником ты не смотрел когда открывали 3 точно такое с грилем было у суммы вальником вряд ли это что если это с умывальником действительно это с умывальником и то есть у фирма умывальник это то же самое быстро посмотрим что там за умывальные 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 штуки это знаю что это чтобы сушить уже мытую посуду хорошая тяжелая это для стейка хорошо для местных текучих подойдет потом обратно положу потому что пока не пользуемся еще должны прийти наверное эти нужно удалить или нет деревня гену у меня такого не было ну думаю должно удаляться потому что эти штуки вот такие но очень удобная штука значит это тоже есть это я не удалю сюда положу это тоже какие-то запчасти mountain clips тоже не удалю чтобы ну да это нам интересно я в этом не смысле слесарь из меня так и не вышел просто интересно что там может быть крышка так крышка этой штуки как раз узнаем что к чему ну эта штука естественно должна выйти пластиковые наверное это туда-сюда а если хотите просто прикрыть понятно у меня такого в жизни не было это уже понятно это тоже на дно умывальника идет уже знаете да наверное мы хотим поближе знать наверно целоса не выброшу пока все обратно соберу чтобы туда это идет идет на дно очень хороший умывальник хорошо что кто-то не захотел и нам достался это на дно пойдет сейчас все убираю потому что еще должны сделать наш мастер который строил крышу хосе камачо сказал что сделает такой дымоход и прикроет футляре но хосе камачо еще к нам не вернулся ждем вернется это сделать все закончили с краской еще не знаем что будем делать хосе камачо когда вернется мы решим покрасить или лаком покрыть то что задумываемся или но еще не знаем насчет краски или лака и вроде бы все дело того стоило сегодня говорит уже возрослел наверное никогда наши дети не спрашивают про цену чего-то они думают это с неба на нашу голову капает и сегодня пришли посмотрели его как как круто как хорошо когда же пицца туда-сюда говорю когда тогда когда в общем закончим почти закончили гриль ему очень понравился почему-то я не грильная эти грили никогда не думаю что мы купим гриль такой тяжелый такой ну все мы всегда мангалом пользовались это наш и гриль и мриль и тому подобное но вот гриль есть печка есть падио есть и не знаю что и что еще нужно для что еще можно как будто просить вот может у аскфор и говорит боюсь спросить сколько это стоило аркадян а я тоже боюсь спросить но папа уже сказал где-то к пятидесяти я срез я зря спросил говорит нет не зря хорошо что узнал вырастешь мальчим мальчиком будешь будешь вспоминать что маме с папой ничего не жалко было чтобы вам было хорошо чтобы вы в общем туда подобное вспомнить вспомнить не вспомнить ну и пусть мы свое делали все таки все делается для детей для нас для всех так что правильно сделали осталось остальное осталось хорошенько пройтись это тоже кажется сил делаем не красим зрительница предупредила если покрасить и мы тоже такое сделали краска через меньше чем через год вы лупилась и в другие варианты предложила наверное мы тоже не покрасим кафель мафель такие камни маме тоже не поставим что еще не сделаем пока воздержимся от некоторых потому что тут уже совсем не важно особенно если хочу ковер постелить столик здесь у нас будет хочу такой фармхаус стиль комплект такой деревенский такой комплект хочу стол со стульями что еще хотела маленький айланд хочу хочу или не хочу хочу маленький айланд если будем временами скажем снимать временами если будем вдруг здесь съемки делать чтобы у нас такая маленькая поверхность была рабочая и за пушиной крутится в пыли и для съемок и чтобы можно было туда-сюда передвинуть передвигать рабочая такая съемочная поверхность нам еще нужна и вроде бы все ну и люстру повесим хочу вспомнить но по ходу еще вспомню по ходу еще добавим убавим прибавим все будет хорошо все будет прекрасно главное дело уже сделано это тоже красиво смотрится вы как аккуратно сочетается гриль задняя часть гриля и вот эти чтобы дым выходил а наверное зачем чтобы дышала это для вдоха здесь так хорошо детям тоже здесь понравилось выходят и из балкона смотрят вроде бы там балкона не было решили что их балкон сейчас здесь плюсин приходит стоит на этих штуках свой мацун здесь она есть или что-то здесь делать как будто из дома вышло очень далеко сегодня костер должны зажечь и многое должны сделать еще пирожки делаю тесто сделала утром картошку приготовила пойду колобочки сделаю по огород не иду не бойтесь просто буду издалека смотреть романтичным взглядом как прибраться сильно не приберусь нас пылесосом я сюда должна спуститься вот они работали или вся эта пыль до туда хорошенько нужно почистить прочистить дрова купить специальные для пиццы что очень очень довольны и сервисом довольны и постановкой и всем довольны молодцы если вы тоже захотите чтобы на вашей кухне или где хотите гранит или кварц или какой-то камень телефон оставлю в описании парня не хочу сказать мужчину он мужчина но парень молодой я по телефону всегда общалась почему-то думаю думала взрослый такой бородатый очень старый человек оказался парень совсем молодой по-русски тоже разговаривает если захотите его зовут майк телефон оставлю звоните цены мы несколько раз проверяли туда-сюда у него самые лучшие цены вот доступные на доступные цены самые лучшие цены это так вот теперь можем пойти домой домой такую погоду такой воздух оставить и идти картошку жарить это я кто из аура но сына хочу порадовать он много повредил немножко очень обрадуется думаю порошки сест арнак и нога абсолютно себя придет вот так вот эти кустики были бортового цвета что с ними случилось уже позеленели интересные кустики не знают колючистая не знаю как они называются потому что телефон не со мной могла бы фото сделать но хочу быстро тот много теста сделала должна была чуть поменьше чтобы быстро закончить но можно пирожки посидим немножко на пороге продвинемся дальше тесто делала на мацунь добавила туда закваску которая была такой уже активной и и чайная ложка разрыхлителя на глаз все делала на канале уверенно есть рецепты гена пирожки на закваске но разрыхлитель тоже добавила потому что хотела быстрое тесто очень такое мягкое да и два яйца тоже туда добавила соль и капельку сахара нет больше ничего не добавляла сейчас колобочки закручу начинку уже готовила картошку с 1000 специями и буду жарить может посмотрим во дворе будем жарить так люблю пирожки жарить во дворе исключительно ну этот запах масла женщины меня понимают кусочки сделаю заколую давно не жарила так лень была и времени не было кроме того как было лень захотелось немножко не рассчитала то есть глазомер тут ни при чем много теста сделала обычно тоже на глаз делаю но точно для два таких контейнера хватает а в этот раз не помещается эти два немножко туда-сюда передвину отодвину разодвину и помещу сначала должна эти сделать потом потому что эти раньше прокрутила а те позже вспомним как нибудь и сюда пристроили даже умудрились там плиту поставить ну приятно во дворе жарить лучше во дворе чем не во дворе этих запомню так найду сковородку по моему в нижней кухне оставила будем крутить жарить парить там у меня масло подсолнечное для жарки такое покупаю теперь что нам еще нужно чем еще не помню походу вспомним принесем ой я немножко муки с собой возьму это плиту помните это очень качественная хорошая коммерческого качества плита до сих пор коммерцией занимаемся работает так это пока пусть стоит разогревается могу ли я сюда поставить могу захочу смогу уже пришла пора да все во дворе жарить парить поставлю один наверное наверх поставлю подождите зачем мы покупали столько мы один купили они нам вынуждены были два вас прислать сейчас не хочу открыть но вот это как раз на дно поставь не на дно а сюда поставлю и буду потихоньку забирать а это здесь постоит когда нужно будет тогда возьмем а куда картошку поставлю вот в чем вопрос извините картошка будет стоять рядом молодец сейчас думаю зачем столько кухню строили тратили зачем не кухня столик поставили вышли на воздух это уже летняя кухня хорошенько наливаем разогреваем перчик солью приготовлю соленья у нас нету сегодня маме говорю пирожки буду жарить а у тебя соленья есть есть чесночные но не буду я чеснок сейчас кушать жарим в глубоком масле глубоко глубоко если шкафы сюда были могла бы открыть сюда поставить мои вещички и была бы кухня сюда поставлю вещичку пусть разогревается немножко кажется не ровно не ровно а уже не важно кто-то соскучился по пирожкам говорю он бык не сам не большой фанатик пирожков говорю пирожки делаю сегодня да вот сейчас хочу давно их не ел в одно время много готовила но это официальные пирожки 2024 года нет может быть еще готовила на летней кухне еще не существующие здесь первые пирожки на летней кухне притворимся это летняя кухня кусочек тесто хочу туда закинуть посмотреть масло готово или нет у меня пальцы в очень не этическом состоянии в огородническом состоянии кажется готово детстве сразу подплынуло подплынуло подплыло поднялось наверх на поверхность масла значит готово можем лепить знаете да я их тонко-тонко леплю чтобы тесто было мало картошки много мы любим всякие любим и с большим количеством тесто и не с большим мы пирожка любы осталось как будто привыкнуть к этому отсюда сюда отсюда сюда а это муж будет справляться у нас прямо команда я леплю он крутит он мой крутильщик скоро пиццу будешь крутить потренируйся ара свободное время она по делам вышла извините конечно не может поздороваться что-то пропустила говорит дети когда выходят играть она должна быть рядом сегодня соседи пришли соседка как как мне вам объяснить чтобы сказать какие соседи всегда ковбоем называемые но не ковбой они пришли для Люсей Дукет принесли конвертик с деньгами принесли поздравить на ну завершение школы очень очень милые люди не нужно было так себя так ну почувствовала даже пригласила сказали ну мы с высшим просто пришли поздравить и уйти ну хотя бы кофе как я могу вас отпустить без кофе сказали кофе уже выпили просто пришли поздравить и ушли но что хотела сказать альма не позволяла что кто-то бека или детей обнимал как обнимались она всех толкала как будто оставьте наших детей очень такая ревнивая стала и очень сильно показывает свою ревность всегда была такой не любит чтобы детей кто-то обнимал наших даже нам не позволяет даже нас не позволяет обниматься если вдруг муж посмеет близко ко мне подойти и она увидит но мы всегда по дому ходим и обнимаемся ходим и обнимаемся anyways она подходит и сердится между нами прямо проходит не позволяет в общем Арамджан кажется твоя работа должна уже начаться это эту малявку удалю я так любила эти кусочки хлеба жареного теста пожалуйста я люблю я люблю я люблю я люблю я люблю сыну сказали Аркадян можешь заснять пару секунд папа пирожки будет крутить говорит конечно смогу чуть задержались кажется и считает говорит 3 2 1 пошел я транслирую что ты просто говорила закончилось мне так хорошо мой я хочу спасибо что ты все хорошо хорошо спасибо Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Хорошо двигаемся! Ей сказали, Альма, хватит у этого стоять. Стоит и считает, сколько пирожков мы налепили. Обиделась. Забудет про обиду. Она обиду долго не держит. А мы должны эту первую немножко такую чрезмерно румяную. Попробуем. Я перчик принесла. Перчик с лимонной солью. Каен, черный перец, красный перец и соль. Думаю, кто работает, тот и ест можем организовать. На вкус попробуем и с вами поделимся своим чистосердечным. Вот здесь он тебе перчик-мерчик. Жаль, соления нету. Маринад есть, но не схожу. Это вам. И чрез не сделали. Он уже ест. Ему не до чреза. С кончика. Ей маленький кусочек жареного теста уже давали. Нем-нем-нем-нем. Очень вкусно. Но дела ждут. Арам, камеру оставляем на пирожке. Подсредотачиваемся. О, апрюля. Арам, камеру оставляем на пирожке. Подсредотачиваемся. Апрюля? Он занят. Лилит, Лусин! Патраста пирожкин, ребята. Главное, мы с мужем съели. А детей нужно и не позвать. Уже звали несколько раз. Наших с одного раза не позовешь. Какой вкусный. Чай заварила. Пойду подслащу с медом. Не буду лушить, работать, чай пить. Сейчас думаю, как хорошо, что родила сына, который очень любит пирожки. А то бы не готовила. Для себя есть вещи. Терпите, могу готовить пирожки. Пирожки очень люблю. Но есть вещи, на которые тратить столько времени. Это просто сумасшедствие. Ну раз уж дети любят, а дети наше будущее. Хотим, не хотим. И себе чай поставим. С пирожками, вкусно, с медом, с сушеными травами. И разными из нашего собственного леса. Молодец, молодец, молодец. Быстро леплю. Заканчиваем. Один поднос уже закончил. Остался чуть больше половины другого подноса. Потому что у нас коллективная работа с этим великолепным. Дети так любят на этой веранде играть. Не знаю, что там нашли. Наверное, новое место это для них. Такие большие делаю. Один съели, наелись. Один съели, наелись. И соседи. Она послала с дочкой. Пусть знакомятся. Пирожки еще никого не угощала. Пирожками. Она пользуется случаем. Она пользуется случаем. Велись, как к пирожкам пришла. Сейчас если не посмотрим. Один так лежит. Лежнет или лыжнет. И что нам делать? Это ее пирожок уже. Полизал твой. Мы закончили свое дело. То есть мы не закончили. Картошка закончилась. Остались пару лепешек. С которыми... Может быть завтра. Сейчас в холодильник поставлю. Лепешки сделаю. Сливочным маслом. Чесноком помажу. И будет у нас хлебушек. Что еще делаем? Ничего интересного нету. Сейчас пойду еще одну чашку чая. Здесь кто-то все-таки думает лучше. Если мы поделимся. Сколько пирожков сделали мы сегодня? Ага. Ну на два дня хватит. Всем хватит. Так сделаем. То есть сарнаком пирожки у нас долго не задерживаются. О, он такой хорошенький. Можем поделиться, если хочешь. С пузырьками. Сейчас я себе чай налью. Куда сядем? Куда сядем? Детей позовем вокруг себя. Соберем. О, нет. Давай я котлеты пожарю. У меня там фарш остался от куриных котлет. Раз уж мы здесь жарим. Отличная идея. Пожарю и закончу. Если смотрели в какой-то серии готовила куриные котлеты. До чего же они были вкусные. Ну и фарша остался. Потому что если я готовлю что-то и остается на следующий день, не с большим аппетитом уже. Наши привыкли все свежее, все на этот же день. Интересно, как они будут дальше без нас, скажем. Если у них не каждодневная готовка будет в доме. Это я про мальчиков. Дочки умеют готовить. Сами за себя постоят. Арнек тоже в принципе может. А младший еще не знаю. Выясним и вам скажем. Поэтому надо учить то, что они любят. Они должны уметь готовить. Это мой главный девиз. Научить детей тому готовить то, что они любят. Потому что, а что если... Ну мы живем в такой стране, не знаешь за кого они выйдут. Прямо таки не знаешь. Таинственный вопрос. За кого же они выйдут. И честно говоря, для меня важно, чтобы они вышли за того, кого любят. За того, кого они хотят. Вот. Но предпочтительно. Естественно. Так. Это так. Немножко замочу. Прокручу. 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 Сформирую. Круглые. В этот раз дети подумают. О, новые котлеты. Это не те, что в прошлый раз. Это вообще новые. Еще немножко. Сухарики. Они помогают котлетам жить. И творить. Быстро-быстро. А нам кастрюлю, не кастрюлю, сковородку поставили. Уже разогревается. Масла пока не надо туда. Закончу потом. Не записывай. Нет. Не записывай. Точка сидит на камне. Как будто... Как называется этот, Джирогарса? Камень там возле бассейна. Она так ноги сложила. И как... Оф. Я так любила этот мультик и плакала всегда. Не знаю. Чирогарс. Водяная фея. Рыбка-чирог. Сирия нам поможет. Русалка. Омут. Как мне не стыдно. Русалка. Как я могла забыть такое волшебное слово. Все бывает. Все возможно. Только котлет, значит, да. Я не приготовила. Но фарш много сделала. И люблю с топленым маслом жарить. Это на завтра уже останется. Завтра ничего не варю, не парю. Завтра, кажется, я отдыхаю. Кажется. Это тебе только кажется, Эгина. Завтра что-нибудь придумаем. Но домашние дела запланировала. Как каждый день. Как каждый день. Домашние благодарные дела. Я про это. Хочу на секундочку покрыть. Пусть немножко поварится. Там у нас очень грустная особа. То ей пирожки не дают. То уже котлеты понюхала. Её любимое. К сожалению. Голову сразу подняла. Это вы про меня. Котлет. 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 Она уже, как слово котлет, более-менее. Это окей. Не надо ей эти котлеты. Конечно, даём кусочки. Всем в зоопарку в тот день. Даже засняла маленький рылс, поставила. Ей, естественно, большой кусок даём. Но она так глотает. А вот эти малявки, они маленькие кусочки. И долго они прожевают. Она сидит и ждёт, чтобы ей хотя бы каплю оставили. Как они уходят, она прямо очищает то, что ей оставили. А они почти ничего не оставляют. Не знают, что делают. Сейчас поверну этого. Но салфи один. Ещё раз переверну. На всякий случай. Такие вкусненькие получились. Давно не жарила котлеты. Полезным методом обычно делаю. В духовку кладу или в аэрогриль. Тоже вкусно получается. Но ведь жалованные. Это жизнь. Очень вкусно. Ты наелся? Да? Молодец. Я, наверное, ещё один съем. И завершу вечер пирожковый. Говорит, это как завершу? А, завершу. Ей трит принесу, а она так ждёт. И себя виноватой чувствую, что с ней не делишься. Но есть вещи, которые её нельзя. Её желудок не железный. Как у некоторых. У меня есть железный желудок, на самом деле. Домашнее всё. Могу очень много и долго поесть. И ничего не спешить. А в ресторанах, если еда не та, мне прямо жаль, что родилась. Жалею, что родилась. Ты иди пожарься. И быстро-быстро удаляем. Положу в такую мисочку, закрою. Так лучше будет. Так сочнее, если дать несколько минут постоять. Хотя мы, наверное, дадим несколько часов постоять. Мы уже наелись. Котлеты будешь? Буду. Что делают? Постоянно что-то делают. И сюда последнюю котлету жарим. Вчера в ресторане были у наших... Не знаю, что за вирус был. Друг другу передали и кашель осталась. И уже выходили из ресторана. Там детки сидели. Наверное, сестра с братом. Как мы выходили, эти дети точно так, как наши кашляют. Это такой мокрый кашель. Так закашляли оба друг с другом. Я подумала, это наши. Наверное, какой-то детский вирус выпустили. Какой-то новый штамп. Детский вирус с кашлем. Не знаешь, но посреди лета такой вирус. Наши уже не болеют. Сильно вообще не болеют. Два-три дня максимум. В этот раз продлилось почти пять дней болели. Так долго, но кашель была. Температура такого... Ну, гуляли, прыгали, танцевали, но болели. Кашель была. Бля. Бля. Такой хороший вечер. В лесу гулял сегодня. Утром. Утром. Медведя встретил. Медведя пока не встречали. И кажется, у нас в лесу больше никаких животных, как таковых, нету. Пару раз видели следы оленей. Следы медведя не видели. Столько всего она посадила там. Никакая зверь. Даже эти штуки, которые купила антизвериные, знаете, и антизмеиные, антиоленья. Даже эти в гараже, как купила, так и остались. Может, соседям дать. У которых хомяк или не знаю, кто приходит, ягоды крадет. Все крадет. Все прогрызет. Из-под грядок как-то умудряется. Говорит, держите его у себя. Хорошо кормят, наверное. Вряд ли к нам придет. Не ждем животных. Не ждем никого. Никого сейчас уже не ждем. Хотя глаза мои стылы. Стылы, стылы. Когда глаза простывают, говорят, кто-то в гости придет. Могут другие соседи иногда по вечерам заходят. Садимся, чай пьем и наслаждаемся вечером. Может, они заглянут. Или мы к ним пойдем. Пирожки возьмем. Ко всем соседам сегодня с пирожками. Очень много готовила. Так мы не справимся. Поехали. 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 Ударила. Эйчхан. Сегодня он нам такой подарок принес. Мыша. Мыша. Мыша или будущего. Будущей крысы, наверное. с длинным хвостиком, но маленький, середину обработал, а хвост и голову оставил, о май гад, такой страшный был. И с такой гордостью он нам это приносит. Естественно, благодарим, вы не подумайте, мы люди культурные. И языком показываем. Че, Альма, че. Чикарли. Говорит, а мне все равно. Когда она зевает, нервничает или ей, ей все равно. Она хочет. Че, че скажи. Чикарли, Шанерин, Соху, Сахтош. Говорит, не можно. Говорит, собакам нельзя. Лук-мук. Она, если долго будет мне в голове смотреть, я заплачу и сдамся. Но... Ишхан приблизился на запах. Совацесс, Альма. Совацесс. Она, Ишхана, когда почувствует, хочет его загнать. То есть, она думает, я сейчас все эти котлеты ей должна отдать. Ишхан пришел, отнимет у нее. Совацесс, Альма. Совацесс. Это спрашивает голодная и пошла за Ишханой. Те, где в лес спустились. Мне тоже хочется. Я уже два дня там не была. Когда погода. Но погода у нас... Вчера в другом лесу были, гуляли с детьми. Но когда такая погода прямо тянет, хочется. Но иногда дела не позволяют. Иногда и всегда. Сейчас быстро тесто уберу в холодильник. Может завтра, может послезавтра. Уже когда буду готова, тогда и что-нибудь испеку. Можно даже все соединить, потом еще раз заколовать. Маленького контейнера нету, к сожалению. К большому сожалению. Это в нижний холодильник. Еще мне в холодильнике нужно убраться. Там убираешься, там опять засоряется. Последние капли моего компота. Сама сварила, сама выпила. Даже сок не захотели выпить. Они каплю попробуют. Вроде мне одолжение делают. Мне, бедной маме. Какие дети бывают, которые не любят варенье, компот? Фруктовый галету не съели. Я, ты, Люси, не... Он доволен, что галету дети не съели. Я все допью. Это в холодильник пойдет. Это в гараж пойдет. Я сейчас вернусь. Сегодня, дочка, этот... У меня такой есть. Это порон называется для вина. Испанцы используют для вина. Но мы используем... Мы не испанцы. Используем для масла. И дочка постоянно это... Она внизу готовит свою еду. Не знаю, что-то готовит. Это постоянно вниз, вверх. Я ищу масло. Масло внизу. Сегодня, говорю, Лиль, у меня еще два таких. Я в магазине, по-моему, все, что было, я купила. Но нигде больше не могу найти. Но на Амазоне есть. Ссылка, по-моему, на сайте нашем Amazon Store. Давно-давно поставили. Если прокрутите страницу или, если тебе не трудно, наверх подними. Многим это очень нравится. Говорят, а где купили ваш оливковый контейнер? Это не оливковый. Это винный. Мы просто используем. И мне очень нравится, как он выглядит, как работает. Это пойдет вниз, другой останется наверху. И больше не будем искать масла. Это так. И сейчас закрываем крышечку. И вот так куда-нибудь ставим, чтобы масло, чтобы все капли масла взять благополучно. До последней капли называется. Это так. И вот так, что я буду использовать. И вот, как мы можем использовать с арбузом. Вот здесь использованный пойдет туда. Ноголи останется здесь. Немаленькую чистку здесь надо сделать. такой тяжелый арбуз купил муж я такой тяжелый арбуз мы еще кухонные шкафы не закончили ждем нашего мастера чтобы пришел еще одну один шкафчик здесь нужно поставить чтобы завершить еще здесь не закончили поэтому еще ничего и на свои места не складывала смогу ли я после вчерашнего если смотрели видели где были сколько я шагала пришли домой приехали по дороге уже уснула проснулась вздрогнула муж что сказал я подумала он что-то такое увидел и вот так вздрогнула и говорю что случилось ну что-то подумала говорит о это бедный козел или овечка почти на улице говорит траву я около дороги говорит траву кушал да я спала ты меня разбудил доехали домой полпути почти спала то ехали домой и спеком немножко и на свою кровать бед пришел его обняла не не помню куда бы кушал через три часа я проснулась ты чего же глубоко я спала устал я так еще не уставала наверное это долго и длинные мучительно еще не ходили не шагали посмотрите вчерашний позавчер не знаю это какой лук то где когда я только снимаюсь он выкладывает я не помню какой видео перед или после в общем но недавние влоги посмотрите увидите где мы были не знаю почувствуете выйти почувствуете сколько мы шагали ходили и устали это уже не знаю как он замонтировал легко и свободно это легко мы шагали трудно очень долго шагали потом еще и ступеньки меня замучили арбуз кстати от нашего фермера роджера у него еще арбуз не покупали это муж купил в прошлом видео говорила что нужен чтобы эта часть была маленькой написали это или девочка должна быть большой девочка большая мальчик маленький я видела на инстаграм как один бородатый дядя говорил нужно посмотреть если это маленький он сладкий но вы писали что девочки сладкие естественно и девочки с большой такой попкой а мальчики не сладкие то что абсолютно нормально посмотрим какой арбуз у роджера неплохой не треснул но молодец роджер осталось на вкус попробовать так я только мальчик девочка только с мыслью в баклажанах и говорят надо покупать мальчика чтобы там косточек мало было . это мальчик длинная такая полосочка у баклажана интересно наш баклажан мальчик или девочка она у нас девочка сегодня занервировалась этот баклажана с куста удалила думаю если один фрукт удалю может быть весь вся энергия куста идет на этого дармоеда взяла его дает удалила не знаю куст будет расти ленивить но если так продолжится с баклажанами и писали наверное я их сожгла с как называется с золой я их почти золой не кормила если честно томатов кормила но не так сильно если так продолжится баклажаны удаляем с глаз долой чтобы у меня стресса не было по утрам когда еду в огород наслаждаться клубникой и воздухом и жизнью огородной моей давай так попробуем а ну-ка подойдите покормлю бедного голодного мужа очень сошный молодец родишь завтра завтра он открыт хочешь когда хочет открывать когда не хочет но всегда написано открыто любое время дня там большой надпись открыто но всю зиму он работал только по пятницам у него только было молоко масло и яйца молоко масло яйца молоко масло яйца больше ничего сезон настал персики такие хорошие но еще не совсем зрелые ну до чего же это другой сорт клубника какая снимали не помню как интересно да обязательно вам показать и клубнику и если не показываю как я могла вам не показать клубнику от родира очень вкусная была окей я это эта часть совсем безвкусная роди расскажешь неблагодарная весь арбуз хороший а кончик совсем без вкуса детей тоже да наверное надо угостить они попросили двигаемся дальше салфетки закончились все закончилось там покупаешь там заканчивается там покупаешь то же самое с едой вроде бы только пошли пошепились вернулись глазом моргнули уже закончилось вот так и живем так как так 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 Субтитры сделал DimaTorzok